Добрый вечер, уважаемые друзья! Я выхожу очень поздно, но сегодня у меня был очень день загружен, и хотел поздравить очень уважаемого мной человека, Даньярова Хайбека Хайрбавича. Ему сегодня 90 лет. И на самом деле я хочу просто, чтобы человек при жизни слышал те слова, которые адресованы мной к нему. Я считаю, что этот человек сделал невероятно огромный вклад в развитие истории человечества. Дело в том, что я хочу откровенно сказать, что вообще я думаю, как настроены многие именно наши казахи. Я считаю, что у нашего казахского народа существует очень много комплексов. Самый главный комплекс это, что наш казахский народ считает, что нас когда-то завоевывали, мы были колонии, и мы потеряли язык. Я хочу напомнить, что Советский Союз это был действительно тюрьма народов, что фактически был единственный монопольный язык. Это не потому, что русский народ такой плохой и так далее. Это была политическая система монополия. Когда одни носки на миллион людей выпускали, одни костюмы, стандартные прически, одна и та же мебель. Ну все было одинаковое. Ну посмотрите, в Северной Корее там есть 6 видов причесок, которые разрешено носить жителям Северной Кореи. Одни и те же костюмы, одежды. Или посмотрите Китай времен Мао Цзэдуна, когда они ходили в зеленом френче. Это собственно сама политическая система, так называемая социалистическая коммунистическая, на самом деле авторитарно-диктаторская. Она так построена, что всегда есть монополии, когда существует только одна правда. Как вы помните, в советские времена была единственная коммунистическая партия Советского Союза. И даже норма Конституции, так называемая 6 статья Конституции, она говорила, что направляющей, единственной политической силой является коммунистической партией Советского Союза, КПСС. Ну соответственно, когда монополия, делается во всем монополия. Не было никакого плюрализма, так называемого мнения. Было одно мнение правильное, это коммунистическая, все остальное неправильное, и люди попадали в тюрьму. Если они пытались говорить что-то отличное от советской идеологии, коммунистической идеологии. Поэтому в Советском Союзе я считаю, что это действительно была тюрьма народов, когда, соответственно, то, что сейчас вызывает большие переживания у наших казаков, это потеря языка, своей самоидентификации, чтобы мы действительно были сильно независимой страной. И мы себя все время считаем таким маленьким, то Китая боимся, говорим, вот китайский спецназ, вот то Путин у нас северную территорию отберет и так далее. Это говорит о страхе нации, о комплексе, о том, что мы маленькие, несчастные, что не можем за себя постоять. Ну, собственно, эта жизнь наша показывает. Мы сейчас, если говорить о нашей политической системе, мы не можем никак убрать одного старика с небольшой шайкой бандитов. Почти 19 миллионов населения человек, они его не могут убрать. Но это в большей степени связано с тем, что есть страх. Наши люди, в первую очередь, так закомпенсованы, потому что они не могут защитить, в первую очередь, себя, ну и, соответственно, не могут защитить ни семью, ни страну и так далее. Вообще нас очень легко завоевать, потому что наши люди сейчас, как рабы, давайте мы будем говорить правду, особенно эти выборы последние показали. И вот я, честно говоря, все время пытался исследовать природу это рабство. Почему мы всего чего-то боимся? Почему у нас такой существует комплекс? Почему мы не можем поднять голову? Ну, многие наши казахи начинают самоутверждаться, пытаются себе доказать, вспоминают Батыров, вспоминают джунгарское нашествие. Там, Батыров, которые несколько сот лет были. А при том всем, что наши Батыры, они сейчас в текущей жизни, вот открыто существуют. Посмотрите на наших политических бойцов. Асхата, Джексибаева, Кайрата, Клышева и других. Посмотрите, они же сейчас. В нашей повседневной жизни героев очень много. Чего мы боимся? Почему мы такие трусливые, несчастные? Почему мы переживаем, что наш язык не разовьется? Хотя, я хотел бы вам напомнить, что в советское время в миллионном городе Алматы была всего одна казахская школа. Сейчас сотни школ. И тем не менее, вот люди переживают, говорят, вот язык пропадает, вот нас сейчас Китай завоюет, тот завоюет. Приезжают обычные китайские туристы, паника. Приезжают работать в нашу страну китайцы, паника. Купили какую-то землю, паника. Это о чем говорит? Что нет уверенности нашей нации, в первую очередь казахов. Есть, ну как бы комплекс. Комплекс, что мы маленькая и слабая нация. Но я хотел бы в этой связи поделиться своим мнением, впечатлением, своей позицией и так далее. Если многие считают, что эта история страны нам как-то помогает, вспоминает битвы какие-то, которые были несколько сот лет, я хотел бы по этому поводу высказаться. Кстати говоря, вот если говорить о современной России, то никаких особых успехов при Путине нет. Он поэтому вспоминает Вторую мировую войну, как там Советский Союз, там, ну, он сейчас позиционирует как Россия, победила там немцев, мы были крутая, нация, Советский Союз, Россия, мы там. И все время вспоминает, вспоминает только период Второй мировой войны. А современные достижения никакие не может Путин показать. Ну, на этом он показывает, что вот русская нация типа сильная. И пытается вдохнуть. Но, на самом деле, это не помогает. Но, тем не менее, я хотел бы сказать то, что на самом деле это знание, уже которым владеет тысяча людей. И, наверное, для моих подписчиков это будет откровение. Я хотел бы рассказать ту часть истории, которая для меня открылась тоже, а я над этим думал еще со школьных лет. Она мне открыла с пониманием самоидентификации, кто мы, казахи. И вообще, как мир устроен. Я пытался понять, почему гигантские империи, как Римская империя, там, Испанская империя, та же самая английская, почему они распадались, чем это связано. Я сейчас вышел, как бы, неожиданно, может быть, я обычно эфиром заранее готовлюсь. Но так получилось, что я был занят периодом выборов 10 января, а сегодня нужно было итоги выборов сообщить. А 90 лет, уважаемому Даньярову, сегодня, я хочу именно успеть поздравить именно его с сегодняшним 90-летием. Что бы я хотел бы сказать? Сейчас уже среди ученых, и притом практически во всем мире, и многих тысяч наших граждан уже понятно и ясно, что мы были частью, точнее даже основателем империи Шангасхана, и его настоящее имя Темиршин. Это казахское имя Темиршин. Никакой он не монгол, или говорить шире, как говорят некоторые российские, что Шангасхан, мы не знаем, был ли казахом, но что тюрком был точно. Но это, я считаю, в большей степени связано с тем, что эти ученые не знают структуру родов, какие роды существуют в Казахстане, они не знают тот же самый тюркский язык, или, как в период Шангасхана было, старонайманский язык. Я еще в школьные годы, когда мне было, ну приблизительно 11-12 лет, недоумевал, когда мне говорили некие монголо-татары, завоевали там, в то время говорили Великую Русь, и еще полмира, и при том армии, чтобы брать небольшие крепости, были 600 тысяч человек, миллион. Ну, я открывал статистические данные в тот момент, и в 70-х годах монголов всего лишь было чуть более миллиона человек, если не ошибаюсь. Ну, значит, где-то тысячи, если говорить о Шангасхане, когда его подняли некие лидеры родов, я сейчас о них коротко скажу, и объявили, поднят на белой кашме, между прочим, это традиция именно тюрков, и объявили ханам в 1206 год, то спрашивается, а сколько же было монгол в 1206 году? Ну, можно задним числом перекрутить, и увидит, что в 70-х годах, если их было миллион, то в период в 1206 году вряд ли бы их было даже 100 тысяч человек, потому что каждые как минимум 25-30 лет нации удваивается. Вот если его все время прибавлять и так далее, ну, или откручивать назад от миллиона, вы точно больше чем 100 тысяч не дойдете, это еще нужно сильно постараться. Я себе задавал вопрос, хорошо, если в 1206 году монголов было всего 1100, 30% дети, остается 70 тысяч, из них половина женщин, как может 30 тысяч монголов, из которых еще часть старики, завоевать полмира? И в школе я говорил, это что-то не то, как так может быть? Мне учителя объясняли, что монголы там завоевали, обеднили какие-то племена, и потом, татары, в большей степени говорили татары, башкиры, и потом эти племена влились в состав монголской армии. Ну, получается, что если они формировали армии по 600 тысяч человек, ну, значит, как минимум численность населения должна была быть в 5 раз больше, как минимум, ну, 3 миллиона. Ну, если самих монголов, бойцов, мужчин было около 30 тысяч, как они могли управлять миллионной армией? То есть тогда, если 30 тысяч человек были бы просто, ну, типа у них были переводчики, это сколько же надо было иметь переводчиков, все монголы должны были быть переводчиками, а не бойцами, чтобы выводить миллионные армии и завоевывать гигантские территории. Что-то не било. Я все время с недоумением смотрел. А затем, когда я находился в тюрьме, как считал, в 2001-2002 году, в 2002 году, точнее говоря, я попал в карцер, и мне под руки подвернулась одна историческая книга, где историк задает тот же самый вопрос. Говорит, слушайте, империи всегда остаются. Вот, например, взять Римскую империю, современная Италия, история тысячелетняя, памятники, везде гигантские строения на территории современной Германии, Франции, Италии, Англии. То есть Римская империя, эта вся история сохранилась. Притом она более длительная, она до нашей эры, до нашего века была, до нашей эры. Испанской империи, пожалуйста, Английской империи осталась. Та самая Российская империя, которая была позже, она, пожалуйста, присутствует. Вопрос. А как Монгольская империя вдруг исчезла и так растворилась, что ее нету? Я себе этот вопрос задавал, этот историк тоже говорит, так не может быть. И эти вопросы у меня оставались в голове. И когда я находился в тюрьме Франции, мне попала книга, вот, уважаемого Халибека Хайбаевича Даньярова. И я понял, что оказывается, территория современной Монголии, это оттуда, куда двигались казахские роды, на современную территорию Алматинской области, Павлодарской области, Карагандинской области и так далее. И я разобрался, что Шингисхан, что это Тимиршин, хан это только у тюрков было, монголам никакого отношения не имеет. Более того, монгол это мунгхол, тысяча рук или тысяча войск. Именно Шингисхан, Шингисхан свой народ называл казахами, именно Шингисхан, ну в первую очередь казахами, потому что казахи были до Шингисхана, но он называл мунгхол, тысяча рук. Вы знаете, вот, например, хан-узбек по своему имени назвал свое ханство современной территории, там, часть территории Узбекистана, по имени хана-узбека. Это тоже человек из той самой Золотой Орды. И вот я для себя, в конце концов, разобрался, кто мы. То есть мы фактически те самые тюрки, казахи. И наш, основатель нашей государственности в 1206 году был именно Тимиршин, Шингисхан. А тот некий Джучи, который фильмы говорят, или истории пишет Джучи-хан, он просто Жоши-хан, который родился в пути, как путник. Жолши, Жоши. И все эти песни исторические, которые передавались из поколения в поколение, они сейчас присутствуют, и все это подтверждается. И вы знаете, на территории Улутау есть строения, которые это прямо имеет захоронение отношений к Джучи-хану или Джучи-хану, так называемому. То есть, затем я читал в тюрьме китайскую летопись. Она ранее была написана китайскими иероглифами, но тюркский язык, старо-найманский. И хорошо, европейские исследователи на латиницу написали историю, то есть перевели фактически на латиницу то, что китайскими иероглифами было написано. И с удивлением, читая, я понял, что это наш казахский язык, процентов на 70. И вот, вы понимаете, я для себя сделал открытие тогда в тюрьме, что действительно Шингасхан, это казах, Тимиршин, Джучи, это Жоши и так далее. И вот, пожалуйста, тот вопрос, который задавал российский историк, а где же эти остатки империи? Вот он, современная территория Казахстана, Узбекистан, Кыргызстан и так далее. Вот эта вся часть, она вот она присутствует, она никуда не пропала. А монголы-то монголы, вообще монголы, как монголы, образовались в 1920 году, когда их просто называли монголами, потому что в тот момент территория монголы, она была под контролем советской власти, и им просто разные племена объединили, назвали монголами, халки, халки монголы. Видите, все очень просто. Поэтому, уважаемые соотечественники, казахи, если это вам как-то помогает, вы должны знать, что мы являемся той самой великой нацией, как и русские, как и украинцы и так далее, многие. Если это вам помогает, чтобы ваш комплекс, что мы малые нации, что нас могут обидеть китайцы или Путин и так далее, если это вам поможет, чтобы вы знали. Более того, вы должны знать, что именно Шенгасхан Китая считается основателем современного Китая. Ему в Пекине стоит огромный памятник. То есть, монголы появились только в 1920 году, и казахи с территории Монголии просто перекочевывали на территорию современного Казахстана, и в свое время Шенгасхан завоевал Средней Азии, где был султан Мухаммед, считался потрясательным Востока, империи и так далее, он завоевал. Вот такая вот ситуация, уважаемые друзья, понимаете, и вы должны понимать, что Шенгасхан основал казахскую государственность в 1206 году, и все роды, которые поднимали на Белую Кашму, это были татары и казахи, там казахское ханство. Поэтому, когда Назарбаев говорит, что он основатель этой государственности, у нас древняя история, раньше, чем Российская империя, более того, Российская империя тоже построил фактически не сам Шенгасхан, а его дети, Жоши хан, Батый хан и так далее. И русские княжества небольшие постепенно объединялись и потом, по сути дела, произошло обратное поглощение, распалась, когда Золотая Орда. Это история развития нации. Разные нации становятся империи, потом кто-то их поглощает, потом остаются какие-то остатки, и вот как Австро-Венгерская империя была в начале 20 века большой империей считалась, она распалась на Австрии, Венгрии, Чехии и так далее. Поэтому мы тоже как нации участники современных или там исторических глобальных процессов, чтобы мы все это понимали. Вот эти знания мне подарил именно Даньяров Халивик Хайрвайович, я ему очень благодарен. Представляете, тысячелетний пласт истории тот, который существовал, переписан, переделан некий монголу-татары, все это оказалось не так. И понятно, почему в районе Волги живут современные татары, тюрки, наши родственники. Это тоже в его книгах описано про Шингхана, про Аблайхана, период джунгарского нашествия. И никакие там джунгарское нашествия, когда было на 600 батыров побеждали огромное количество джунгар, это неправда. Вы почитайте, это его книги, они основаны на исторических материалах. И вы должны знать и не переживать. Мы великой нации, нам не нужно бояться ни Китая, ни Путина, Россия, русских, вообще не надо бояться. Мы вчера были все вместе, и нам нужно только бояться диктаторов, надо бояться своего страха, трусости. Мы должны знать, что мы великая нация, а великая нация должна себя вести, как великий народ. Никого не обижать, не пытаться унизить. При Шангасхане, гигантской империи, жили разные народы, развивались разные языки, развивались разные культуры. Это как природа, где разные цветы, разные краски, они вместе, в этом состоит гармония мира. Поэтому я для себя, когда получил эти пояснения, не то, что в открытии, для меня, я считаю, что он сделал просто невероятное открытие. Он в начале 90-х годов все эти статьи, книги писал, исследовал, будучи просто фактически не историк по профессии, но он сумел зайти в архивы, разобраться в них, и теперь это знание, оно становится глобальным, мировым, и нашей истории, история казахов, она вписана золотыми буквами в историю мира. Я считаю, что когда мы будем строить современный Казахстан, современную демократическую страну, вот это вся завис, вот это то, что завесы истории, что они переписывали, прятали, мы все это вскроем, перепишем и все эти лживые исторические учебники, которые писал Сталин, там, Екатерина II, и так далее, мы все это восстановим, вы должны гордиться, что мы великой нацией, и вести себя как великой нацией, не пытаться унизить какие-то другие этнические группы, у каждой нации есть своя великая история, сейчас мы живем в современном мире, глобальном мире, никаких комплексов, мир нас не только защитит, мир нам поможет, мы должны интегрироваться в этот мир, мы не должны никого унижать, мы великая нация, мы великий народ, как и другие великие народы. Еще раз, я благодарю за то, что Даньяров, Калевик Хайрбавич, он сделал колоссальное открытие для нашей страны, для мира, я уверен, что его учебники будут переведены на многие языки мира, я уверен, что будут теперь по-другому показываться фильмы, потому что сейчас, когда мне показывают, говорят о монголо-татарском иге, говорят, что вот кровожадный Чингисхан и все прочее, и это была история, все были кровожадные, когда завоевывали другие страны, так строились в то время большие империи, развитие человечества было, но я сейчас понимаю, что когда говорят монголо-татары, это мы казахи, это мы татары, это мы тюрки, это так развалась мировая история, и мы должны все учебники переделать, убрать вот это советское вранье и царское врае. Еще раз Халике поздравляю вас с 90-летием, я вам очень благодарен за то, что вы передо мной открыли мир и мировую историю. Желаю вам здоровья и успеха во всем.